Ядовитый мусор в экобоксе 2017 объявлен годом экологии, а значит этот призыв сейчас особенно актуален. Первая акция в рамках экологической грамотности началась еще в прошлом году. В Клинском районе установили 12 безопасных мини-бункеров для утилизации батареек, ртутных термометров и ламп. Научились ли клинчане пользоваться экобоксами? Ответ на этот вопрос есть у тех, кто утилизирует опасный мусор. За их работой наблюдала и наша съемочная группа. Каждый экобокс для обслуживающей организации как киндер-сюрприз. Никогда не угадаешь, что там внутри. Это могут быть и безобидные фантики, и даже опасные шприцы. Пока оранжевые экобоксы некоторые горожане воспринимают как обычные мусорки. Хотя это по сути надежный, компактный мини-сейф для временного хранения опасных отходов. Щелочные батарейки, ртутные градусники и люминесцентные лампы. Ядовитый мусор. В процессе разложения выделяются тяжелые металлы. Это как ртуть, как никель, кадми и прочее. Которые попадают в землю, в воду и вместе с фильтратом также попадают дальше в почву и загрязняют ее. Не выбрасывать куда попало, а правильно утилизировать. Одна из задач российского соцпроекта «Экобокс». Главная же его цель – научить детей и взрослых ответственно подходить к утилизации токсичных отходов. Проект стартовал два года назад. В Калину же оранжевые ящики появились прошлым летом. Место размещения – самое оживленное в городе. Спустя полгода можно подвести первые результаты проекта. Более 100 килограмм опасных отходов ежемесячно. От игрушек детских все эти батарейки мы складываем и накапливаем с общим мусором, не выбрасываем. И выбрасываем в «Экобоксы». Мало правильно выбросить «Экобокс», мини-бункер временного хранения. Эти отходы нужно правильно утилизировать. Все содержимое контейнеров отправляют на сортировочные склады в Химке. Там их освобождают от пакетов, картонных коробок и прочего бытового мусора. Затем токсичные отходы везут в Москву на завод по переработке. Лампы помещаются в специальную установку, где происходит измельчение, вступает в реакцию с демеркуляционным раствором. И далее уже полностью стекло, пластик – это все абсолютно безвредно и может применяться даже вторично. Проект «Экобокс» в нашем городе продолжает развиваться. Этим летом на 150 мусорных площадках города будут установлены спецконтейнеры. Экологи рекомендуют обратить на них внимание и правильно утилизировать ядовитые отходы.